МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Увага усим! У Беларуси протягивается масштабная профилактичная акция «Один и день безпеки». Шанс на полновартосное житчо. Гомельские урачи выратовывают немовлят в огонь менее за полкилограмма. Им будовать будущую. Самая массовая молодежная организация краины отзначила 17-ти годзе. Великая будовля. На Гомельском стадионе «Промень» ведется масштабная реконструкция. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Беларусское товарыство «Червоного крыжа» долучилось до республиканской профилактичной акции «Один и день безпеки». Сегодня во всех областных центрах краины супрацовники и волонтеры организации провели информационно-забавляльные мероприемства. На акции у Гомеля побывали наши корреспонденты. Пляцовкой проведения «Один и день безпеки» стала летняя эстрада у Палацево-парковом ансамбле. Гомельская областная организация «Червоного крыжа» запросила гомельчан и гостей города долучиться до специального квеста, темой якого стало реагование на надзвучайные и кризисные ситуации. Удельников чекали творчие и логичные задания. И они научились правильно оказывать первую допомогу, робить сердечно-легочную реанимацию и перевязки. Проходили мастер-классы по аквагриме и удельничали в конкурсе малюнков «Беспечный дом». Отрад худкого реагования на надзвучайные ситуации показывал свое обсталевание и вучил им корыстаться. И вядома на кожным с этапа у всех чекали загадки и викторыны. Маленькая, удаленькая, большую беду приносит. Спичка. Близко. С чего начинает разгораться пламя? Сухость. Я сейчас зажигал качиркой. Искра. Отлично. Хорошо. За правильные отказы удельники отремливали баллы, якея потом обменивали на прызы. Такая гольневая форма подачи информации перш за все накерована на дяте, яким у початку навучального года не лишним будет больше доведаться про здоровье и безопасность. Для дорослых працевала пляцовка по здоровым ладзе життя, где супрацовники и волонтеры медико-социальной службы червоного крыжа вымирали артериальный тиск, подличывали индекс массы тела, а так само консультовали по правильным харчаванне. Жидающие так само займались спортом, проходили эстафету и тренировались на открытом поветре. У нас в Гомельской области во всех районных центрах проходят крупные информационные кампании, которые рассказывают людям о основах безопасности. Проводим мы мастер-классы по первой помощи. Сегодня в городе Гомеле, в парке нашем, где большое количество людей находится, мы, областная организация Красного Креста, организовали крупные мероприятия для того, чтобы привлечь людей к вниманию о своем здоровье. Один и День Беспеки супроводжала трехгодинная концертная программа с уделом волонтеров и творших коллектива города. Ганна Коральчук, Алина Василюк, Василия Сипцута и радиокомпания «Гомель». До проведения «Одиного дня Беспеки» долучились и супрацовники Управления внутренних справ. Особливую увагу селита надали профилактицы наркомании, киберзлочинности и правилам, поводенным на чихунцы. У распроцованной супрацовниками милиции программе «Одиного дня Беспеки» значное место отведено работе со школьниками. Гэта и наведывание навучальных установ с проведением профилактичных гутарок и дни открытых дверей у райотделах. Еще один пункт программы – экскурсия у музея чихуночников. Гэта объекта браны не выпадкова, поводены неполнолетних на чихунцы не зауседы беспечные. Так летость на Гомельщине загинул школьник, який робил селфи на электротехнику. Уключенное напряжение у 27 тысяч вольт не покинула яму неводного шансу. Особливо актуально гэта для навученцев установ, ноуякез находится неподалеку от потенциально небеспечных участков. За 8 месяцев текущего года по Гомельской области зарегистрировано 11 несчастных случаев так называемого непроизводственного травматизма. Из общего количества происшествий – 8 – это смертельное травмирование. В остальных случаях гражданам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Основными причинами – это нахождение в состоянии алкогольного опьянения и использование наушников. Самая массовая молодежная организация нашей краины отзначила свой день народжения. Вось уже 17 годов БРСМ дае макшимость молодым беларусам проявить себе у творчих, науковых и волонтерских проектах. Активисты ведут за собой остатних у досягнений важных метов. Про то, что их объединяет материал Ганны Коральчук. Эта аббревиатура с 4 лет уже давно не потребует расшифровки. Переемникам «Самола» только в Гомельской области наличие около 60 тысяч хлопцев и девочек. Самым юным удельником может быть 14 годов. Главное – быть активным и неравнодушным. Так одним из важных направлений работы БРСМ стал волонтерский рух. Доброе сердце объединяет все больше чуных людей, тех, кто хочет допомогать іншим. Яны клопатятся про пенсионеров, ветеранов, сирот и организуют доброчинные акции «Все фарбы життя для тебя» в школу с добрым сердцем и обновление святыня в Беларуси. Мы ходили к бабушкам, помогали им убираться, готовить, дарили им подарки. А еще мы были недавно на восходе. Мы там, получается, давали детям рюкзаки. Школа с добрым сердцем. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, это отношение к людям так, чтобы отнеслись к тебе. Что год, под час летних каникул, БРСМ працевладковые тысячи студентов и школьников. Яны работают в сельскохозяйственных, сервисных, экологичных, медицинских и будовничих отрадах. Активисты ездят на заробки в Туапсе, Сочи и Московскую область. Працуют на буйных предприемствах и будовництве социально значных объектов. И, видимо, допомогают под час жнева. В прошлом году мне предложили вступить в этот отряд, поработать в трудовом лагере. Я с удовольствием решила пойти, потому что летом особо дома делать нечего было. Решила и помочь нашей деревне, и просто, чтобы провести с пользой время. Работала на складе у нас в деревне. Мы убирали зерно, подготавливали какие-нибудь склады, убирали, фасовали все это зерно, ну, помогали в уборке. Творческие проекты БРСМ, «Зимовая веселка», «Королева весна», «Студент года», «Аутоледзе» и «Уладар села» допомогают раскрыть молодые таленты и заявить про себя. А конкурс «100 идей для Беларуси» стал добрым стартом у реализации десятков проектов. «Разумный дом», электронный фликер для велосипедистов, фермерская распроцовка «Хутор Мебиуса», «ГТ» и инши креативные и корыстные идеи вынаходники и молодые навуковцы презентовали в минулом году перед экспертным жюри. За свою деятельность гомельские активисты неодноразово отримливали признание на узровню республики. В этом году Гомельский областной комитет был признан лучшим по волонтерской деятельности в рамках проекта «Доброе сердце». Из 15 номинаций в 8 мы заняли первые места. Также проект «100 идей для Беларуси», два наших парня, они заняли призовые места на республиканском этапе. Несмотря на все наши достижения и результаты, конечно же, у нашей организации огромнейший потенциал, который мы будем стараться использовать по максимуму. До своего дня народжения «Союз молодзи» подрихтовал омаль сотню святочных мероприемств, которые на протягу ты дня проходили во всех районах в области. Их завершальным аккордом стала со встреча у Добруши. Открытый диалог присвятили здоровому ладу життя. Запрошенные спортсмены делились с акритами поспеху с молодзю, а ты и в свою чергу выказывали пропоновые по поле общения спортивной инфраструктуры представникам улады. На проконце встреченные больше активные юнаки и девчата отримали дипломы за отдел у волонтерских и громадско-культурных проектах БРСМ. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, отель, радио-компания «Гомельс Добруша». Что доводится пережить мать, якая нараджает дитя с вагой, например, упал килограмма? Страх, панику, отчай. А уже потом приходит великое, як материнское сердце. Вера в тое, что все обойдется. Дитя подрастет, наберет необходимые килограммы, и все покуты можно будет покинуть у минулым. И такую глубокую веру частей за все дорадь неонатологи – люди, которые воротовывают это маленькое житие. В педиатричном отделении для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3 побывала Марина Джалая. Есть редакционные задания, после выполнения, которых ты становишься иншим. Востраются почутки, которые долго потом не отпускают. Наступный сюжет с этой категории. Разом с операторами пройшлися по палатах, где находятся мать со своими терапышками. Размова об детях, которые народились ранее, чем треба. В вынику их вага может складать у всего некольки сотни граммов. Например, у Гомельской городской клинической больницы номер 3 самый маленький новонароженный селета важу 840 граммов. Летость минимальная вага малыша, якого выходили в отделение, складала только 430 граммов. Дети отстраиваются, они растут, и они догоняют своих сверстников. Мало того, они обгоняют их. По одной простой причине. Родители недоношенного ребенка всегда занимаются с ним гораздо больше. И вот этот элемент все-таки занятия с ребенком, он дает свой положительный результат. Дети очень умные. Да, у них могут быть проблемы, прежде всего, зрение. Небольшие проблемы могут быть по каким-то неврологическим нарушениям. И в небольшом проценте детей. Ну, в общем-то, и все. Да, слух могут быть, да, могут быть нарушения со стороны слуха. Тоже процент очень большой, где-то около 6%. То есть, конечно, эти дети есть, но если взять доношенных детей, они тоже болеют, у них тоже могут быть достаточно серьезные проблемы. Вось у гэтым кювезе, поколь пусто, а лихутка сюды привязуть немауля зрячцы. Детяте потребно к рыху дорасти. Каждую смену к нам поступают дети с нашего роддома, с нашей реанимации. Но сегодня мы ждем гостей из речицы. Вот, мы подготовили, как обычно, как бы, это наша работа. Ставим квест, ставим аппарат, монитор, леонимат. Все необходимо для того, чтобы следить за ребенком. Пульс, дыхание. Здесь на табло у нас видна влажность, температура. Татьяна Быкова народила своего першинца, Ягора, 19-го женивня. Хлопчик ввожу 2 килограммы. Молодая мать и кажа, что спочатку вельми хвалявалася за его здоровье. Аля зараз серьезные переживания застались у минулым. Малыш, набирая вагу, развивается и худко отправится до дому. Пневмония прошла, лекарства отменены. Набирает вес уже постепенно. Уже около 700 грамм набрали с момента рождения. И стараемся кушать, учиться еще. Не умеем кушать. В это отделение могут приходить батьки, бабули, дядули, сестры и браты не маулят. Тые, чья присутность, пяшота и увага будут сприять поляпшению самоотшувания маленьких. Если палата одноместная, то сустракаться можно у ей. Пришим без обмежеваний по часу. В остальных выпадках, когда нема суперть показаний, дозволяется гулять по территории. Для этого она выдают детячие коляски. Раньше все-таки нельзя было никому из родственников приходить. И на улицу мама с ребенком тоже не могла выходить. И уже первая встреча, она происходила только после выписки малыша. А как вам новые правила? Спокойнее или на душе? Радостнее? Как папа воспринимает? Намного спокойнее. То есть папа очень сильно рад, когда он видит свою дочку. То есть для каждого человека увидеть своего родного человечка, это уже как бы такой большой плюс. Да вообще, ну круто. Десять годов тому пациенткой отделения для недоношенных детей была Мария Лисовская. На 26-м тыдне она народила дочку Марину. Вага девчонки складала 840 граммов. А дома у Марии была еще одна дочка, якой на той момент было всего полтора годы. Не глядяши на это, женщина три месяца, не доходяши литерально ни на крок, провела в больнице разом с новонародженной. У вынику отказности и профессионализма медперсонала, а так само могутной материнской любови, веры и надеи, девчонка все вытромала. Зараз Марина учится в пятом классе, причем новыдатно. Спустя даже 10 лет я не могу об этом говорить спокойно, потому что это замиранием сердца. Спасибо большое нашей Ольге Зиноновне и всей команде, которая позволяет нам быть, которая вселяет в нас веру в то, что мы сможем преодолеть все, что у нас вырастают такие замечательные дети, способные, развитые, очень интересные во всем. Они стремятся все узнать, они стремятся все знать. То есть они ничем не отличаются абсолютно от наших обычных детей, которых мы рождаем в 9. Но им нужна забота чуть-чуть больше, чуть-чуть любви той, которую могут дать оба родителя. Не одна только мама, которая здесь именно и проживает. И тот папа должен видеть все то чувство, которое там находится мама вместе с ребенком. Те же эмоции, те же переживания. Вот поэтому это самые чудесные, самые трепетные дети, которые настолько дарят свою любовь, настолько дарят свои эмоции, что их нельзя, кажется, хотел бы наказать за что-то. Но ты не можешь. Потому что эти глазки, эти заботливые лица, просто приходящие, обнимающие тебя, ну это просто счастье, это рай. Спасибо, что есть такие учреждения, спасибо, что есть такие замечательные врачи, которые помогают нашим детям, которые просто дарят им жизнь. После знаменитого дня, проведенного в отделении для недоношенной Гомельской городской клинической больницы номер 3, севилась думка об тем, какой великой силой володуют наши мать. Женщины, которые вместе с урочами измагаются за то, чтобы эти дети, шлях яких в нашем свете начался с покут и складанностью, выросли мощными, здоровыми и счастливыми. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Супрацовники Гомельского областного объединения профсоюзов, представники областных галиновых профсоюзов и удельники профсоюзного молодежного совета выехали в Комбинат «Усход». Все они стали удельниками акции «Зберем у Раджай разом». А в суместной работе – материал наших корреспондентов. Такая профсоюзная акция у Гомельской области проходить не у першиню. Летось, например, допомагали вязковцам сбирать томаты у одним сельскох подарочных предприемств. У красавику гетага года разом садили лес. Зараз накировалися у Комбинат «Усход». Инструктаж по технице «Беспеки» – ей необходимо заховывать навык при сборе яблок. И парады специалиста. Чим адрознивается стандартная садовина, а днестандартный – теперь можно починать працу. В рамках ежегодной акции «Правсоюзная солидарность» мы также, как и в прошлом году, своим президиумом решили помочь сельскому хозяйству и где-то своим физическим трудом безвозмездно оказать помощь сельским работникам. Вот в данном случае мы сегодня на Востоке, на предприятии «Восток» будем собирать яблоки. Это та небольшая, может быть, мизерная лепта, которую мы можем оказать своим физическим трудом людям, которые работают в сельском хозяйстве. У Гомельском районе плодовые сады займают каля 290 гектаров, при чем гэтые площады повеличиваются. Во усходе заклали каля 40 гектаров. Древу выбираются переважно белорусской селекции. Яны и мясовый климат лепш переносят и приносят недренные ураджаи. Правда, селета яблок сберут значительно меньшим летать, и не только у гэтых господарцей. Уход, соответственно, есть. У нас идет зимой, мы делаем обрезку сада, соответственно, у нас идет подкормки сада и, естественно, и обработки. Ну, как вам сказать, все мы знаем, и тут не надо быть великим ведущим агрономом, что в этом году дерево отдыхает от яблок. То есть в том году его было очень и очень много, в этом году дерево, ну, сами понимаете, это уже природный процесс. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадио-компания «Огомель». У «Гомель» изъявится новый платежный сродок «Фэсткоин». Правда, расплатиться им можно будет только на протягу одного дня и на обмежеванной территории. Об этом журналистам поведомили у «Гомельской мясомолочной компании». В рамках дня города 14 вересня отбудется первый мясомолфест. Он распочнется у 10 годин ранницы на плясу цыкаля лядового палаца. Это будет, правда, масштабная подея с выступлениями артистов и разностайными конкурсами. «Фэсткоины» станут свой особливыми призами для переможцев. Потом за их можно будет набыть продукцию предприемства у холдинга. По коль их внешний выгляд трымается у сокретия, але вядома, что у сего плануется выпустить не меньше, как 30 тысяч фэсткоинов. А про то, гостей фэсту чекают майстры классы и дегустация страу. Профессионалы, в своем деле, это наши технологии, профессиональные повара, будут готовить продукты, которые у нас производятся. Это будет великолепный мраморный стейк разной степени прожарки. Наконец-то нам объяснять, не просто как в кино, дайте нам с кровью, без крови, а как это правильно все делается и подается и готовится. Чемпионаты по поеданию местной продукции. Это будут с наших продуктов сделанные хот-доги, бургеры. Молочная эстафета будет тоже очень интересно. Горы Пяску и множество техники. У великую будовничную пляцовку перетворился Гомельский стадион Промень. Работы ведутся мальповсюдно. Об масштабах реконструкции доведалися наши корреспонденты. Стадион Промень долгие годы был болевой кропкой спортивной инфраструктуры города. Запотрабованный спортсменами и простыми гомельчанами объект мил потребу реконструкции. Самые масштабные работы развернулись одразу за трибунами. До листопада тут заявится першую в области поветроопорный футбольный манеж с трибунами больше, чем на 500 метров. За бюджетные сродки рыхтуюсь пляцовку и закладываюсь под мурок. Саму конструкцию, штучное покрытие и обсталевание предоставляет Белорусская федерация футбола. У нас на сегодняшний день около 4 тысяч спортсменов только, футболистов в Гомельской области. 1200 занимается в Гомеле. То есть наличие такого объекта позволит проводить полноценный учебно-тренировочный процесс круглогодично. Не в спортивных залах, которые зачастую не соответствуют никаким стандартам, даже мини-футбола, а на этом прекрасном сооружении. Более того, в футбольный клуб Гомель мы рассчитываем, что он будет проводить тренировки в том числе и на этой базе, с привлечением команд из других регионов. Не только футболистам, а и легкоатлетам. Важный пункт реконструкции – беговые дорожки. Новое сучасное покрытие и необходимая инфраструктура сделают промень один в области легкоатлетичным стадионом с махшимостью проведения с поборницей у Тымлику республиканских масштабов. Ремонтные работы кранутся под трибуны по мешканию. Побач с футбольным манежем з'явятся профессийные пляцовки для пляжного волейбола. Шмат функциональный спортивный объект, а именно таким станет стадион после реконструкции стоит на балансе городской детячей юноцкой спортивной школы номер 6 для установки новой махшимости. У нас с ведением этого объекта после реконструкции и капитального ремонта открываются возможности просто грандиозные. Во-первых, легкая атлетика – единственный стадион в Гомельской области. Он даст возможность проводить соревнования как городские, районные, так и областные, и даже республиканские, потому что покрытие будет соответствующего образца. Также при введении футбольного манежа, кроме открытия отделения футбола, которое тоже необходимо, и нехватка полей в городе и в области для футболистов даст возможность в осенний-весенний период не прерывать тренировочный процесс на именно травяном поле, а продолжать его, это даст дополнительный толчок опять же республиканскому футболу. После реконструкции спортивный объект будет доступен не только спортсменам. Потренироваться, ведомость за гроши, сможет каждый, жадающий, обещает, что цены будут доступны для всех. Максим Савин, Евгений Кухаронак, Валерий Габанько, Телерадоя Кампания, Гомель. Гомельский мастацкий колледж распочал юбилейный в учебный сезон 30-й по лику. Однако перед тем, как перегарнуть в черговую сторонку истории, установа с гонором презентовала выставу дипломных работ своих селетних выпускников. Экспозицию работ молодых мастаков и дизайнеров представили у картинной галереи Гаурила Вашченки. Богатцы коллеров, техник, глубокие сенсы и эмоциональные переживания аутров. Усёх это отшувается у кожным с трех выставочных залов. Одна картина супакойвая, иншая выкликая усмешку, линия которых супыняешься, заставляют задуматься. Работы дизайнеров у свою чергу сдявляются оригинальностью и актуальностью посылу. Дизайнеры в нашем колледже они очень универсальные ребята. И хоть и называются графический дизайнер, но тематика очень обширная. Это от каких-то проектов, игрушек, это книги, это реклама, это социальный плакат, это может быть монументальная роспись. Живописцы в этом году порадовали, скажем, лиричностью каких-то своих тематик. И всем, кому нравится, скажем так, глубокая мысль в живописи, наверное, есть смысл прийти посмотреть и порадоваться за итоги наших ребят. Зразумела тематику дипломов. Выпускники выбирали по тем, что их наибольшь цікавить. А это значит, что на выставе глядачы могут убачить достатково полный спектр питаний, которые хвалуют сучасную творчую молодь. Ауторы работ сегодня уже студенты высшейших научных установ Беларуси и не только. 12 выпускников поступили в Академию мастерствов. Есть и те, кто начал працанную деятельность, не которые стали вольными мастерами. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.